Привет, ребят! С вами, как обычно, Флоди. Находимся на провинции 3 сервер. Сегодня я решил выяснить, какой стиль боя на провинции самый лучший. И сразу скажу то, что исключительно это моё мнение, и оно может отличаться от вашего. То есть, вам может нравиться один стиль бой, а мне другой. Вообще, не буду долго тянуть. Приятного просмотра. Так, ну чё, ребят, значит, я уже нахожусь в этом тренировочном зале. Сейчас я куплю себе GrabKick за 0 долларов. Сейчас я, конечно, пасу очень много бабок, но всё-таки это контент. То есть, я думаю, многим интересно, какой стиль боя всё-таки лучше. Также, Панков. Сегодня мне будет помогать, поздоровайся. Да, да, всем привет. Да, в общем, сейчас очень много денег, поэтому поставьте лайки, подпишитесь на канал. Так, сейчас у меня вот мой айтайм. Вот, да, то есть, стиль боя за 135 тысяч. Ну, в общем, я покупаю GrabKick, обучаюсь. Блин, это реально такой фразер бабок. Ладно. И, кстати, у Панкова у нас Кунфу. Кунфу. Кунфу, блин. Короче, сейчас мы поедем на ринг, будем там драться. Вот, я прокачал GrabKick. Посмотрим, какой у нас стиль боя, значит, будет лучше. За 140 тысяч, либо за 0. Так, всё, ребят, мы находимся уже на ринге. Сейчас мы... Значит, давай начать бой. Посмотрим, что всё-таки лучше. Надеюсь, то, что... Я хоть что-то смогу сделать с этим GrabKick. Пойдём. Три, два, один. Всё, погнали. Чё, серьёзно? Это... Это... Это чё такое? Это... Это серьёзно? Серьёзно-то? Чё за бред? Сколько у меня хп? У меня хп ещё почти фуловое. Чего? Я тебе выношу, чел. Вообще, капец. Это чё? Чё за бред? Я тебе... Блин. Не, ну слушай, типа... Ну, насколько я знаю, типа, гробки конь... Что? Убежать даже невозможно. Сейчас давай подхеряем. Чё, гробки... Короче, гробки, насколько я знаю, он не тоталит. Типа, ну, не заводит противника в такое состояние, чтобы он сразу же мог там вздохнуть. А вот кунг-фу, сколько я знаю, он может. Ну, вот давай, давай, побей меня. Ну, вот он кунг-фу, это даже не валит. Ну, получается, что гробки выиграл, как бы, стиль боя за 140 тысяч. Это... Это жёстко. За ноль? Да, у меня за ноль. За ноль, по-моему, который просто рукой бьёт. Который рукой бьёт, это который вообще не прокачан, то есть... Ладно. Сейчас мы отправляемся за следующим стилем боя, а то у нас будет уже боксер. Получается. Когда мы уже будем в этом тренировочном зале, то мы вернёмся. Так, всё, мы уже приехали обратно в этот тренировочный зал. Сейчас покупаю стиль боя за 90 тысяч, если я не ошибаюсь. То есть это у нас боксер. Так, сейчас посмотрим. А, нет, он стоит у нас 130 тысяч. Надо будет еще бабки потом взять, поехать. Так, тренируюсь. Посмотрим. Посмотрим, как он вообще с судьбой дерётся, потому что я его впервые как-то прокачиваю. Кстати, ребят, я забыл ещё сказать, то, что в основном это ещё зависит всё от пинга и от фпс. То есть вот этого драка. То есть если у вас фпс маленький, то... Ну, вы как бы по-любому, может быть, ну и сольёте. То есть стипинг, если у вас будет там большой, вы сольёте. И ещё были на ринге, но они немножко такие, ну не похожи, как в настоящем мире, типа. Вот. Так, ну сейчас посмотрим. Мне кажется, боксер не затащит тебя, потому что, ну он такой себе. Я его ни разу не видел каких-то игроков. Так, ну давай. Ну ты меня с ноги чисто. Вообще какой-то... Вообще не был, будто я не за себя играл. Вообще у меня боксер это такой себе, если честно. Не, ну смотри, типа, вот боксер, ну такой себе, честно. Вот это странно делится. Да, странно, типа, ну и... У меня не нравится. Легче тебе руками забить, так. Да не, он всё-таки же с любой, а не руками. Давай лучше. Но я тебе не решил же добивать. В общем, боксер тоже выигрывать. Но, ещё раз повторюсь, потому что это всё зависит от фпс и от пинга. То есть, ну сейчас мы последний стиль боя проверим. Это у нас мой тайм. Прис, нормально. Пинга. Да, типа. Так, всё, ребята, мы приехали в тренировочный зал. Сейчас покупаю последний стиль боя. Не буду сравнивать кунг-фу с кунг-фу. Блин, я не могу выговорить кунг-фу. Да, значит, покупаем мой тайм. Вот этот стиль боя реально очень хороший. Вот реально, всем его рекомендуем. И в конце видео мы подведём также итоги. Всё-таки, какой стиль боя лучший. То есть, и какой, ну, всё-таки стоит брать. Да. Напомню, как дерётся вот этот стиль боя. Он дерётся у нас таким вот образом. Он может реально завалить любого человека. Так скажем. То есть, зататалить его. Так, ты где там подков? Ну, чё си, стыночка. Я спятался. Так, всё, мы на ринге. И последний раз. Сейчас мы, значит, заходим. Начать бой. Всё, погнали. Так, ну чё ты давай, чё ты. Посмотрим, насколько быстро сейчас вынесет мой стиль боя панкова. Так, ну чё, давай. Ну, он мне станет, кстати, вот. Достаточно хорошо так. Может, это дамажить. Так, выключу я худ. Ух ты, ё-моё. Слушай, ты чё? Ты чё делаешь? Реально, вот, могу этим стиль боя зататалить даже тут. Типа, всё-таки мой тайм, скорее всего, это самая лучшая стиль боя. Ещё прикол в том, что бокс надо снизу. Перчатки, их надо откатывать на фоу, чтобы он сильнее бил. А в обычном там не надо ничего поделать. Чё, у меня как-то ещё много? Чуть-чуть. Так, сколько мне было? Блин, я не могу видеть. Ну, получается, чё, сейчас давай подведём итоги небольшие. Так, включаю. Никнеймы. Значит, ещё, ребят, я хочу сказать. Первый стиль боя гробкик выносит кунг-фу. Кунг-фу. Достаточно, ну, просто. Ещё это зависит от пигна, конечно. Поэтому, ну, типа... Ещё может быть, что на ринге тут перчатки. Ну, да, кстати. Это тоже ещё может влиять. Ну, всё же, типа, вот, ну, гробкик, это чисто для каких-то там новичков. Если там на вас нападут, то всё равно, типа, защита хоть какая-нибудь будет. Следующий, боксёр. Не рекомендую вот данный стиль боя, реально. То есть, он, честно, немножко странный, типа, его любой... Ну, я думаю, тоже гробкик достаточно легко вынесет. Типа, да. И плюс, ну, лучше уже немножко поднакопить и купить тот же самый себе стиль боя за 135 тысяч. Это у нас Муэй Тайм. Как он там считается. Что к поводу Кунг-фу, ну, блин, честно, трудно. Уметь им пользоваться. Ну, тут сложно, типа, реально что-то сказать. Вроде бы, типа, и нормальный, и стоит, типа, ну, достаточно дорого он стоит. Но тут, вот как Панков сказал, надо реально уметь им пользоваться. Потому что, ну, я его выношу вот это стиль боя за на Муэй Тайм вообще на изи. Ну, как на изи. Ну, здесь. Но все равно что-то. Ну, да. Ну, короче, чувак, блин. Вы уже относитесь ку пистолетам. Да, лучше, если пистолет все купить. Но если так, вот, типа, сказать, то лучше купить стиль боя Муэй Тайм за 45 тысяч, чем тот же боксер или кунг-фу. Но если вы умеете пользоваться кунг-фу то купать его. Ну, а мой выбор это Муэй Тайм. Блин, его не могу прочитать нормально. Кунг-фу у него там 4, получается, удары. Это с ноги и 3 подряд идут. Ну, давай, с ноги демонстрируешь даже. Вот с ноги вот так побежишь. Раз. И потом стоишь. Раз, два, три. Ну, вот, вот в Муэй Тайм. А вот нет такого. Есть все такой блок. Дальше, когда бежишь, такой ударить какой-то странный. Ну, и этот основной удар на вой и руками. то есть он а, но еще когда ты вот уже человека берешь, он еще его об ногу типа тоталит. то есть еще тоже, ну, нормально. Но я не буду тестировать на панконе, он вряд ли захочет. Да. В общем, все. То есть всем спасибо за просмотр. Надеюсь, этот ролик был информативным. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.